Девушки отдыхают Какая-то основа для паззлов Что же здесь изображено? Не знаю А это? Это линза А может быть мы найдем все эти кусочки от паззлов? Поиграем с сыщиков? Итак, начинаем расследование Давайте поймем для начала, что мы ищем А ищем мы деревянные кусочки Это точно дерево, потому что основа из дерева Раз, два, три, четыре, пять, шесть кусочков нам надо найти Куда же эти кусочки подевались? Надо поразмыслить Наверное, кто-то их спрятал А если спрятал, значит решил придумать для нас загадку или квест Давайте поиграем Ну а если это квест, значит надо искать подсказки Или просто что-то... Что-то необычное А? Давайте поищем Так, я вижу Трактор мягкий, а труба у него деревянная, нарисованная Ха-ха-ха Первый фрагмент паззла найден Давайте поищем, где этот кусочек располагается Ну, по-моему здесь Все верно А если фрагмент был на тракторе, значит будем искать либо трактор, либо что-то синего цвета Итак, ищем дальше Внимание, внимание, внимание О! Вам не кажется странным этот синий амням? Амням ведь обычно зеленый, а этот синий Ну-ка ищем здесь Приподнимем О! Ха-ха-ха! Я вижу второй фрагмент Ну, я думаю, всем уже понятно, кого мы ищем Готово! Ищем дальше Ага, синий трактор Вам не кажется необычным это колесико? По-моему оно какое-то странное А-а-а! Это не колесо! Это фрагмент паззла Раз! Ха! Та-дам! Смотрим дальше Мышка, обезьянка, будильник, зайчик, ничего необычного Подождите Будильник? Ха-ха! Будильник синего цвета Надо проверить Ха-ха! Потрясем немного О! Хе-хе! Это рот! Еще один фрагмент Мы с вами были правы Так, продолжаем искать Все просто Либо что-то синее, либо синий трактор О! Вот и синий трактор Хм... Трактор как трактор? Вроде ничего необычного Давайте тогда посмотрим Где он стоял А стоял он здесь Возле этой двери А-а-а! Может быть попробуем Открыть эту дверку Так, внимание Я что-то вижу Вы видите? Еще один кусочек паззла Та-ра-та-там! Папам! Ну, мы с вами добрались До последнего кусочка Ищем Включаем наше внимание И... Мы видим еще один маленький Синий трактор Но... В нем опять ничего необычного Значит, смотрим Место, где он стоит А стоит он рядом с гаражом Хм... Машинка не внутри Значит, надо открыть эту дверь Пробуем открывать Не получается Нужен ключ Ключ синего цвета А вот и ключи Открываем Поднимаем дверку Что это? Машинка? А это что? Это же... Синий трактор! Хе, рюкзак! Хм... Эта машинка упала Прямо рядом с рюкзачком Как все хитро придумано Как интересно Так... Мм... Здесь столько кармашков Раз, два, три, четыре, пять, шесть Где же искать? Давайте посмотрим на наш пазл Осталось найти Колесо Значит, нужно искать Среди кармашков В виде колес Посмотрим Раз колесо Здесь у нас ничего нет Еще Здесь тоже Ну, их у нас четыре Так, посмотрим здесь Я вижу! Ребята! Мы победили! Вот оно! Это колесо! Все! Пазл собран! Хе-хе! Ну что, ребята Я молодец, что нашел такой пазл Но без вашей помощи Ни за что бы этого не получилось Давайте Больше не будем его терять И спрячем его В какое-то надежное место Например, в этот рюкзачок Откроем карман побольше Пошире И... Ой! Там что-то есть внутри Смотрите-ка! Что это такое? Это... Игрушечный планшетик В виде синего трактора Наверное, это мне приз За то, что я нашел Все фрагменты Нашего пазла Хе-хе! Давайте посмотрим поближе Этот планшетик Что же это такое? Ага! Написано шесть песенок А, все ясно! Это музыкальный планшетик С песенками Давайте открывать коробку И нажимать нашу кнопку Где здесь кнопочка? Наверное, вот эта? По полям По полям Ух ты! И трактор едет к нам И это же песенка Из мультика Синий трактор Ну, класс! Я послушаю А с вами попрощаюсь Пока, ребята! Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok А, смотрите, сколько снега Сегодня навалило Только синий трактор Может проехать По таким сугробам Синему трактору Так понравился снег Что он даже не заметил Как уснул на снегу А проснулся В огромном сугробе И, похоже, не может двигаться Да, синий трактор Увяз в снегу и замерз И теперь ему поможет Только механик Давайте откроем это яйцо И соберем механика Который вытащит его из снега Так Снимаем упаковку Вот так И открываем яйцо Ух ты! Это у нас деталь Похожая на штаны Синие штаны Это у нас красная рубашка Вот такой механик Ремонтник у нас получается О! Вставляем руки В эти отверстия Раз Сюда Два Так, соединяем голову с туловищем Бери этот ключ в руку И вперед Спасать синий трактор Окей Да, с гаечным ключом Думаю, надо повременить Сейчас больше подойдет Лопата для снега Вот так Откапываем Бери побольше снегу О! Отличная лопата Отличная! Смотри, сколько много снега Она загребает Ну вот Одно колесо свободное Приступаем к другому Ну-ка Раз! Взяли! Два! Спасибо, друзья Ой, ну я все равно Не могу двигаться Значит нужно Провести полный Технический осмотр Вперед, друг Приступаем К работе Ну мне все понятно Нужно заменить подшипники, сменить масло и аккумулятор. И вперёд! Ух ты! Я чувствую новые силы! Ну, друг, как ты себя чувствуешь? Отлично, спасибо! Ну-ка, садись, подвезу! Э, э, подожди! Гаечный ключ-то забыл! Однажды над одной маленькой полянкой прошёл дождик, и появилась огромная лужа. А очень большие лужи любят очень маленькие свинки. Ведь по лужам можно бегать, в лужах можно резвиться, это же так здорово! Ой, ну вдруг как-то очень резко похолодало, и даже пошёл снег. И вот, очень скоро уже всех завалило сугробами. Можно даже снеговика слепить. Ну, шапочку-то я лучше с тебя сниму. Всё-таки это кораблик, буду запускать его в мою лужу. Ой, почему это он не плавает? Что такое? Пойду проверю. Ой, ой, что это со мной? Ой, по-моему, я застряла. По-моему, лужа замёрзла, и свинка застряла во льду. Но тут мимо проезжал синий трактор. Ай, привет! Что-то случилось? Да, я застряла во льду, вот. Но тут подъехали друзья синего трактора. Маленький бульдозер и самосвал. Но тут вместо того, чтобы спасать свинку Пепу, друзья начали спорить, кто первым её должен спасти. Эй, ребята, дайте мне это сделать. Я смогу вытолкать свинку Пепу из этого льда. Да нет, у меня больше сил. Я смогу вытолкать её из этого льда и посадить прямо на спину. Подождите, друзья, давайте не будем спорить. Главное спасти свинку Пепу. Давайте сделаем это вместе. Правильно, ребята, а то я замерзаю. Сейчас я вытащу свинку своим ковшом. Держись. Ой, спасибо тебе, Гоша. Мой кораблик. Отлично. А я сломаю весь этот лёд и соберу в кучу. А ты, самосвал, отвези эту кучу куда-нибудь. Я сейчас нагружу тебя. Спасибо, друзья. Вот видите, друзья, когда друг другу помогаешь, всегда всё получается. Ой, смотрите, снег начал таять. По-моему, у нас осталась ещё работа. В городе, где жил синий трактор, объявился опасный вирус. Доктор закрыл все школы. Классно, в школу не надо, зато могу поиграть с ребятами. И синий трактор, прямо без защитной маски, поехал играть с друзьями. Но вдруг, до встречи ему, прямо по встречной полосе ехал странный старый бульдозер. Эй, мы чуть не столкнулись, надо смотреть, куда едете. Чиз, сказал в ответ бульдозер, и что-то невидимое вылетело из его ковша. Это был страшный вирус, который приземлился прямо на нос синему трактору. Хе-хе-хе. Но трактор этого не заметил. Ой, извините, сказал бульдозер. Он уже был давно болен. Что-то я плохо себя чувствую. До свидания. А вирус тем временем совсем затаился и поменял цвет. Чтобы трактор о нём ничего не знал и мог заражать других. З-з-з-з! Потом синий трактор встретил своего друга, грузовика. Вирус уже был тут как тут. А-ха-ха. Дю-з-з! Он заразил грузовик. З-з-з! Грузовик поехал своей дорогой и заразил маленький асфальтовый каток. Домой трактор въехал весь пылая жаром с высокой температурой и красными глазами. Ой, по-моему, я ужасно заболел. Вирусы крепко присели к больному трактору. Пришлось вызывать доктора. Доктор разогнал все вирусы. Трактор наконец-то поправился и теперь всегда надевал защитную маску, если боялся кого-то заразить. О, привет, ребята. А я тут ремонтирую трактор. Что-то он стал странно ездить. Как-то трясется и стороны в сторону мотается. Ничего не понимаю. Вроде бы в моторе все в порядке. А, понятно. Просто спустило колесо. Вы только посмотрите, как сильно колесо сдуто. Так, ну если оно сдуто, его нужно просто надуть. А надуть насосом. Ммм, мой насос сломался. Правда, у меня есть волшебный насос. Не знаю, подойдет ли волшебный насос для настоящего трактора, а? О, вот он, мой волшебный насос. Ну что ж, делать нечего, придется рискнуть. Надуваем. Раз, два, три. И... О-о-о-о! Где мой настоящий трактор? Это же игрушка. Игрушка. Я так и знал, что с этим волшебным насосом, возможно, какой-то подвох. Ну, делать нечего, придется качать дальше. Поехали. О-о-о! Еще раз изменился. Теперь он стал вообще какой-то мягкий. А-а-а! И еще ковш прирос. Вот это насосик. Даже интересно стало, что будет дальше. Продолжаем качать. Хе-хе-хе! О-о-о! Он вырос! Увеличился? И такой же мягкий. Мне это не нравится. Что, он будет расти на весь стол? Наверное, нужно попробовать по-другому. Будем делать все наоборот. Не накачивать, а выкачивать. Хе-е-е! О-о! Что это? А? Почти то же самое. Только мягенький трактор превратился в подушку. Теперь его как будто бы просто сплющило. Так. По-моему, с этим насосом больше ничего не сделаешь. Как же нам вернуть все, как было? Хм. Наверное, нужно разрушить волшебную силу этого насоса. Ха-ха-ха! Или просто насос разрушить. Но он же волшебный. Попробуем разрушить его волшебством. Кроме волшебного насоса, у меня еще есть волшебная бомбочка. И волшебная шляпа. Попробуем бросить волшебный насос в волшебную шляпу. Поехали! Ха-ха! О-о-о! Ха-ха! Взорвался! Ха-ха! Теперь нужно уничтожить волшебную силу шляпы. А волшебную шляпу мы уничтожим с помощью волшебной бомбочки. Ой, как все сложно. Ну, поехали! Подождите, нужно подуть три раза на фитилек. Она же волшебная. Хе-хе-хе! Э-э-э! О! Все исчезло! А трактор? Что с ним? О! О! Все вернулось! Мой трактор настоящий! И колесо накачано! Ох ты! Ну все, больше не экспериментируем с волшебством. Пока, ребята. Поиграй-ка лучше в трактор. Хе-хе-хе! Привет! Однажды поспорили синий трактор с поросенком. Чья еда вкуснее. И вот поросенок и говорит. Мои предпочтения самые лучшие. Больше всего я люблю сладостей. Ух ты! А что это? Шоколадные конфеты. Тортик. Пироги. Пирожные. Ух ты! Хе-хе! Я никогда не пробовал. Так попробуй! Ам! Шоколадные конфеты. Шоколадные конфеты. Шоколадные конфеты. Ну как? Непривычненько. Эй, парень! А ты джем пробовал, а? Попробуем! А потом синий трактор съел целую гору меда. А закончилось все вареньем из ягод. Поросенок его очень любил. И заставил съесть трактор целую гору варенья. Ам! 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 Ну что, синий трактор, тебе понравились угощения поросенка? О, непривычно для трактора. А чем ты питаешься, синий трактор? А я люблю бензин, антифриз и машинное масло. Попробую лизнуть. Подожди! Это же яд для тебя, поросенок! Пуф! А-а-а! Ой! О, скорее вызываем скорую помощь! Сейчас мы тебе поможем. Для начала наденем очки доктора. Так-с! Так, для начала укол. Оп! А-а-а! Так. А теперь открывайте рот больной. Капельки. Ой! Ну, вот вроде бы и все. Теперь надо посмотреть, как себя чувствует пациент. Как вы себя чувствуете? Ой, по-моему, мне намного лучше. А мне, по-моему, стало хуже. А-а-а! О, ребята, вы видели? Синий трактор стал фиолетовым. Наверное, от такой еды. Внимание! Скорая техническая помощь. Для машин. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ха! Машинное масло. Чш! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Скорее на помощь трактору! Пей машинное масло! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Еще капельки из антифриза и немного бензину. По-моему, мне стало тоже легче. А что с нами было, а? А было то, что ты попитался едой, запрещенной для машин. Ты должен был питаться бензином. Угу. А что было со мной, а? А ты попробовал на вкус бензин. Это же яд для людей и поросят. И, кстати, мой друг поросенок, тебе не кажется, что ты много ешь сладкого? А питаться нужно побольше витаминами, например, морковкой, пить натуральный сок, натуральное коровье молоко и, конечно же, такие вещи, как чеснок, например. В нем очень много полезных веществ. И кушай по утрам кашку, мой друг. И вы, ребята, тоже кушайте кашку и ешьте витамины. Пока, ребята. Пока. Привет, ребята. Ух ты. Кто это ко мне в гости, пожалуй? Это лошадка. О, это она говорит нам привет. Давайте посмотрим на нее внимательно. Это такая голубенькая уздечка, чтобы держать ее под узцы. Это оранжевое седло. На нем сидит наездник. Это ковбойская лошадка. Смотрите, какая у нее отличная шляпа. Ой, а это что такое? Смотрите. Наверное, это сумочка для корма. Но она пустая. Может быть, наша лошадка голодная? А? Ой. По-моему, она говорит да. Значит, нам с вами нужно покормить ее. Ну, чем же мы ее покормим? И кто нам поможет? Ой. Смотрите, синий трактор. По-моему, он что-то привез нам съедобное. Так, интересно, что тут у нас? Посмотрим. Это рогалик. Куриная ножка. Пончик. Печенье. Морковка. И яйцо. Попробуем покормить ее куриной ножкой. На. А если попробуем дать ей сладкое печенье? Нет, не реагирует. Ну, пончик-то она, наверное, точно попробует. Держи. Не ест яйцо. О, нет. Рогалик. Нет. Морковка. А, лошадка? Ей нравится. Слышите? Ух ты. Она ее ест. Ест. Ну вот, ребята. Ребята, морковка лошадки очень понравилась. Теперь-то мы с вами знаем, что лошадки не едят мясо, пончики, яйца и печенье. Хм. Смотрите, ребята, лошадка наелась, но еще много морковки осталось. Давайте оставим ей это на ужин. Ну, спасибо вам, ребята, что помогли мне. И, конечно же, спасибо синему трактору. Правда, лошадка? Ну, пока. Привет, ребята. Давайте сегодня с вами поиграем в синий трактор. Посмотрите, у меня даже коробочка от игрушек в виде синего трактора. А сам синий трактор, деревянный, лежит внутри, среди остальных игрушек. Хе-хе. Что это было? Вы видели? Что-то было свет, не отключили. Фух. Хорошо, что свет горит. А то как бы мы искали с вами синий трактор? На ощупь, что ли? А вот интересно, сможем ли мы с вами на ощупь найти синий трактор внутри нашей коробки? А давайте попробуем, а? Итак, поехали. Засовываем руку, не подглядываем, ищем трактор. О, что-то нашел. Интересно, интересно. О, колесики. Я чувствую, четыре колеса. Ага. Хвост. И крылья. О, что же это такое? Вы не догадались? Та-дам! Это же самолетик. Так, вот его колесики, вот его крылья и хвост. Продолжаем. Так, внимание. О, я снова что-то нащупал. Нащупал что-то квадратное. Что же это может быть? Может быть, это какой-то домик? Хм, не знаю. А может быть... А может быть, это просто коробочка? Подарок? Не думаю. А, может быть, это просто кубик? Хоп! По-моему, я догадался. Та-дам! Точно! Это же кубик Рубика. Вот он, кубик Рубика. Это такая головоломка, развивающая игрушка. Продолжаем играть. Так, я снова что-то нащупал. Что-то круглое. Ха-ха. Круглое, мягкое, резиновое. Ха-ха. Резиновое, мягкое, круглое. Может быть, это какой-то футбольный мяч? Нет, слишком маленькое. А, по-моему, я догадался, что это такое. Ха-ха. Точно. Это мячик для тенниса, по которому бьют ракеткой. Ну, поехали дальше. Ха-ха. А-а-а. Что-то укололо меня. Может быть, это и иголка? Ха-ха. Проверим. Только осторожно. А, колючая. Да, похоже на иголку, только она не одна. Их много. И это что-то круглое. Ха. Может быть, это ежик? Нет. А, вы не догадались? Ха-ха. Я понял, что это. Что у нас круглое с иголками? Конечно же... А-а-а. Кактус. Ха-ха. Кругленький и с иголочками. Продолжаем искать. Так. О, хочу вас поздравить. Эта ячейка пустая. Переходим к большой ячейке. Так. Я что-то нащупал. Что-то деревянное. Ха-ха. Подождите. Деревянное и что-то длинное. Может быть, все-таки это синий трактор. И это его труба. Нет. Я нащупал руку. Деревянную руку и деревянную ногу. Ха-ха. Я понял. Это не синий трактор. Это... Я думаю, вы догадались. Длинный нос, деревянные руки и ноги. Правильно. Это же Буратино. Деревянный мальчик Буратино. Персонаж сказки Золотой Ключик. Деревянная рука, деревянный нос, деревянные ноги. Поехали дальше. Так. О, нащупал. Колесо. Второе колесо. О, наверное, машинка. Подождите. Что-то длинненькое. Труба. Печка на колесиках. Хе. Нет. Да подождите, ребята. Ха-ха. Так это же наш синий трактор. Хе-хе. Конечно, никакая это не машинка. Колесики есть и у трактора. Только у трактора, в отличие от машинки, еще и труба. Вот он наш друг синий трактор. Ну вот, ребята, оказывается, совершенно спокойно на ощупь можно найти нужную игрушку, даже не видя ее. Главное быть внимательным. А вы внимательные? Ну все, еще увидимся. Пока. Пока. Ам-ням. Ты разве забыл, что на дороге играть нельзя? По-моему, он увидел в прицепе что-то очень знакомое. А ну-ка, давайте посмотрим, кто тут у нас. О-о-о. Очень похож на Ам-няма робота. Ха-ха. О-о-о. Ну что же это все-таки такое? О-о-о. По-моему, я знаю. Это же мультик-кубик. Целый кинотеатр внутри. Ну, в кинотеатре нужно гасить свет, поэтому мы с вами тоже погасим свет и посмотрим внимательнее. Ам-ням, ты тоже решил посмотреть кино? Ага. Ой. Что это такое? По-моему, это кукутики на экране. Они поют и танцуют. Это караоке. А мы поем вместе с ними. Ух ты. И это еще не все. Смотрите. Здесь есть настоящие мультики. Например, про Ам-няма. А еще мы можем послушать аудиосказки, колыбельные, классическую музыку, попеть караоке, посмотреть мультфильмы, почитать старые добрые диафильмы и поиграть в театр теней. Ух ты. Как будто побывал в настоящем кинотеатре. А самое интересное, что этот кинотеатр можно взять с собой в путешествия. И даже мамы и папы могут посмотреть кино и сериалы в дороге. Ну что, Ам-ням, тебе понравилось? Привет, ребята. Узнали? Это, конечно, Ам-ням. А это его коробка с любимыми игрушками. Ой. О, Ам-ням сегодня грустный. А знаете почему? Потому что среди игрушек он никак не может найти самую любимую, синий трактор. А давайте ему поможем, а? Ага. Хе-хе. Ай. А, Ам-ням. Стой. А, вот же он, наш Ам-ням. А вот и его игрушки. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, где же у нас синий трактор. А. Так. Странно. Синего трактора. Точно нет. Значит, нам с вами сегодня снова придется превратиться в сыщиков и найти его. Ведь Ам-ням сказал, что он здесь, в коробке. Для начала давайте вытащим все игрушки из коробки. Так, посмотрим, что это. Это крот. Так. А это у нас... Хм. Планшет. Синий трактор. Это у нас какой-то кубик. Кубик Рубика. Хе-хе. Так, посмотрим дальше. Синий будильник. Ха-ха. Так. Копилка в виде Ам-няма. И последняя игрушка. Даже не игрушка. Комодик. Маленький. Хм. А больше здесь ничего нет. Значит, будем искать синий трактор среди этих игрушек. Вот так. Так. Где же здесь прячется синий трактор? Хм. Даже не верится. О! Первое, что приходит в голову, это проверить комод. Так. В нем две полочки. Открываем. Ага. На первой полочке. Конечно же. Хе-хе. Гамбургер. Так. А на второй? Ой. Что это? Вставные челюсти. Наверное, этими челюстями Ам-ням кушает гамбургер. Хе-хе. Да. Трактора в комоде точно нет. А давайте посмотрим планшет. О! Синий трактор изображен здесь, на смартфоне. Но он нарисованный. Он не настоящий. Значит, здесь его нет. Так. Кубик Рубика. Ну, я не думаю, что внутри кубика может быть синий трактор. Откладываем в сторону. Так. Копилочка. Наверное, нужно ее открыть и посмотреть. Может быть, он внутри? Давайте посмотрим, как же она открывается. Вот. Это нужно повернуть. И крышечка откроется. Вот так. А внутри? А внутри ничего нет. Из игрушек остался только будильник и крот. Давайте посмотрим поближе. Так. Я не думаю, что Амням развинчивал будильник. Но вот эту крышечку он мог открыть. Давайте посмотрим, что внутри. Так. Открываем. А. А внутри батарейка. Да. Трактора здесь тоже нет. Так. Я ничего не понимаю. Может быть, Амням что-то перепутал? Остался только один этот мягкий крот. Хм. Что же делать? Может быть, он все-таки правда что-то перепутал? Этот Амням. Помогите! Ой. Вы слышали? Что это? Так. Звук идет откуда-то изнутри крота. Давайте посмотрим повнимательнее. Ой. Ха. Смотрите. Что это? Вытаскиваем. О. Что это? Это же яйцо. Надо же. Яйцо внутри крота. Что-то мне это напоминает сказку про Кощея Бессмертного. Сундук. Сундуки-заяц. Зайца-утка. В утке яйцо. Хе. Я надеюсь, там внутри яйца не иголка, на конце которой жизнь Кощея Бессмертного. А? Давайте открывать и посмотрим. А? Что это? Это вроде какая-то шапочка. Ну, надо посмотреть внутри. А внутри что-то мягкое. Снимаем шапочку. И что это? Какая-то вата. Или снег. Или внутри... А, вот что внутри! Внутри наш друг, синий трактор. Посмотрите, на тракторе замотан какой-то шнурок. Давайте размотаем его. Так. И еще. И все, готово. Я понял, в чем дело. Синему трактору стало холодно. И ам-ням замотал его шнурком, закрыл этим теплым одеялом, надел сверху шапочку и положил внутрь теплого корота. Вот он какой у нас хороший, добрый ам-ням. Правда, забывчивый. Ну вот, ребята, какие мы сегодня были с вами внимательны, нашли игрушку нашего ам-няма. А теперь... А что нужно сделать теперь? А теперь нужно сложить игрушки в коробку обратно. Ну все, еще увидимся. Пока. Привет, ребята! Представляете, что случилось? Ам-ням разобрал свою игрушку. Синий трактор. А все детали сложил в эту коробку для игрушек. Давайте ему поможем. И соберем трактор. Для начала нам надо найти все нужные детали. Да, непросто будет разобраться. Столько деталей и столько ненужного. А нам нужно найти самое нужное. По-моему, я вижу то, что точно подойдет. Так, ставим его сюда. Готово. Все подошло. Так, давайте теперь найдем второй глаз. О, я вижу глаз. По-моему, это глаз живет сам по себе. У него даже ноги есть. Это не то. Давайте сразу уберем то, что явно не подходит синему трактору. Так, еще машинка. Еще мячик. По-моему, все. А вы видели, сколько здесь колес? А нам нужно всего лишь два. Тут их, по-моему, целых 10 штук. И цвета разные. Желтые, желтые, серые. Давайте посмотрим на колеса нашего трактора. На их цвет. Цвет у них серый. Значит, нам нужны серые. Так, одно колесо я как раз вижу. Здесь ось. А второе колесо у нас здесь. Вставляем одно. И второе. Готово. Да, мы же искали глаз. Давайте поищем еще раз. Так, 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 так. Вы не видите. О, по-моему, я что-то вижу похожее. Так. По-моему, это совсем не то. Какая-то глупая пружинка. Так, 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 продолжаем искать. О, по-моему, я вижу, что-то синеет под этим красным брусочком. Что здесь делает этот брусочек? Так, готово. Но я думаю, это точно его глаз. Вот, трактор готов. Или нет? Ребята, не подскажете? Чего-то, по-моему, не хватает. Как вам кажется? Правильно, его красного ковша. Так, а тут их целых три штуки. Ну, пробуем. Начнем с этого. Надеваем. Не надевается. Совсем не состыковывается. По-моему, это не подходит. Наверное, вот этот подойдет. И он явно побольше. Надеваем. Раз, два, три. Опа, подошло. Трактор готов. Ну вот, теперь наш трактор точно готов. Или нет? Какое-то ощущение, что точно чего-то не хватает. Вы не догадались? А, давайте посмотрим внимательно. Может быть, какая-то деталь нам еще пригодится? По-моему, я вижу, ребята. Хе-хе. Точно, труба для синего трактора. Только у меня их две. Как вы думаете, какая из них подойдет? Я думаю, конечно же, черная, потому что это не раскрашенная. Так, найдем отверстие. Здесь его нет. По-моему, оно здесь. Вот оно. Вставляем трубу. Раз, два, три. И теперь наш трактор точно готов. Ну вот, ребята, мы славно поработали. Собрали этот наш хороший, старый, добрый синий трактор. Подождите. По-моему, здесь еще очень много деталей. И мы можем собрать как минимум два других. Хе-хе. Но это уже в следующий раз. Пока. Еще увидимся. Привет, ребята. Посмотрите, сколько много игрушек у меня появилось. Хе-хе. И все, синие тракторы. Маленькие, большие, мягкие. Так, мы здорово поиграли. Что ж теперь надо сделать? После игры надо убраться. Эх, сколько их здесь много. Но у меня на этот случай есть одна замечательная коробочка. Тоже в виде трактора. Так, тут у нас две ячейки. В эту кладем раз тракторок. Думаю, и второй поместится. Так, ну это все. А сюда положим раз, два. Может быть, и третий поместится? Три. Отлично. Закрываем. Получилось. Вот она какая хорошая у меня коробочка. И все поместилось. Хе-хе. Ой, не все. Для этих больших мест здесь точно не будет. Подождите. По-моему, у меня еще есть кое-что синее. Так, 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 так. Что это у меня здесь? О, огромный синий чемодан. О. Так, открываем и складываем остатки наших игрушек. Раз. Два. О, как раз. Места хватило. Закрываем. Готово. А, люблю порядок. Подождите. А куда же я положу этот чемодан и эту коробку? Нужно еще что-то. Так. Есть у меня тут одна вещица. Только она разобрана. Ее нужно теперь собрать. Или разобрать. Ну, во всяком случае, поработать немного. Что это такое? Все. Собрал. Я понял, что это. Это же синенький паровозик. О, какой большой. Думаю, тут как раз хватит места для наших коробок и чемоданов. Так, чемодан вроде бы не застрял. Проталкиваем его внутрь. Готово. И есть место для нашей коробки. О, все уместилось. Закрываем. Застегиваем. Отличная коробочка-палаточка. Ну что, ребята. Наш мастер-класс по уборке игрушек почти закончен. Я хочу попрощаться с вами. Теперь осталось только понять, куда мы положим эту огромную палатку с коробками. Ну, я придумаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok